Доброго дня! Вы смотрите программу «О животных хочу домой» на телеканале Самарагист. Мы рассказываем о бездомных собаках и кошках, и, конечно, о домашних питомцах, которые обрели себе дом и своих новых владельцев. Немного расскажу о том, что вы увидите сегодня в нашей программе. Мы расскажем, каких собак отдают из приюта в хорошие руки и в дома ответственных владельцев. Пожалуйста, посмотрите, их сегодня три. И, может, кто-нибудь вам понравится, и вы сделаете собаку счастливой, подарите уют, добро и ласку. Все собаки проверены нами на социальную безопасность. И далее советую посмотреть наш сюжет. Если собака боится и проявляет агрессию, в народе говорят, значит, ее били. Развеем это заблуждение и подскажем, как корректировать слабую нервную систему собаки. И, конечно, сегодня беседуем с гостями студии. Человек редкой профессии. Ловец Валерий Майоров и зооволонтер Татьяна Пугачева. Здравствуйте. Добрый день. Итак, ну, наверное, первый вопрос все-таки, Валерий, к вам. Почему вы пошли работать ловцом? И она так ли называется, профессия ловец? Да, вообще так. Ну, официально я не знаю, как она называется. Ну, мы называем друг друга... Или специалист по отлову животных, наверное. Да, верно, так, да. Мы называем друг друга ловцами. Изначально вообще я пошел работать не ловцом. Я пошел работать просто в приют, содержать животных, убираться, кормить и так далее. Чуть позже уже так получилось, что не хватало народу на отлов. Там уже несколько районов нужно было отрабатывать за один день. И поэтому поехал я. Начало получаться. И так и продолжил работать. Первые вот эти шаги, которые были сделаны в отношении ваших действий, поймать собаку, как все это выглядело? Наверное, довольно-таки нелепо со стороны. Я не знаю, как это выглядело. Но были хорошие учителя, которые поддерживали, во-первых, говорили, что даже если что-то не получается, это ничего страшного абсолютно. Это все приходит со сноровкой. И действительно, когда уже понял, что нужно делать, как нужно делать, все начало получаться гораздо лучше. Иногда мы смотрим так же в СМИ. Бывает показывают или в соцсетях, как, допустим, жестко ловец берет собаку, закидывает ее в машину. Вы так же делаете? Мы их не берем, скажем так, руками. Если собака ручная, то, конечно, никакой жестокости по отношению к ней не проявляем. Все это аккуратно очень происходит. А так, в основном, ловим с очками, либо наркозом. Ну, стреляем дротиками, чтобы собака засыпала. И, естественно, аккуратно грузим. Татьяна, вы как зооволонтер, вы как зоозащитник, я понимаю, да? Как смотрите на все действия таких бригад? Нет, если собаку ловит гуманно, с очком, если наркоз отмеряется правильно, то совершенно нормально. Отлов должен производиться, стерилизация, кастрация, вакцинация животных. Я это приветствую. Вы зооволонтер. Это что, сейчас в профессии или просто увлечение, или хобби, или вот как бы состояние души? Я думаю, что состояние души. Ну, думаю, все это идет, конечно, из семьи, из воспитания, которое заложено родителями. Я бы даже назвала это не волонтерством, а, скорее всего, я небезразличный человек. И всегда хотелось слабому помочь, защитить, беззащитного. Стараюсь помочь не только животным, но и людям. Если у меня есть силы, время, материальные средства, трачу все это на добрые дела. Я являюсь не только волонтером, но и инспектором в области обращения с животными. А инспектором при какой-то организации или при администрации? Удостоверение выдается Росприроднадзором. В Росприроднадзоре мы прослушаем инструкции. Вот. Я имею право войти в приют, осмотреть помещение приюта, осмотреть животных, зафиксировать нарушения, передать их в органы власти соответствующие, выложить в пространство интернета. А вот вы сказали, что можете зайти на территорию приюта, а все ли приюты пускают вас безоговорочно? К сожалению, нет, не все. Это с чем связано, вот как вы думаете? Ну, если нет прозрачности, значит, есть что скрывать от глаз волонтеров, инспекторов и любых других заинтересованных лиц. А что могут скрывать вот такие приюты, в которые вы приходите? Ну, какое-то не очень хорошее содержание животных, неправильное. Может быть, нет какой-то площадки для выкулы животных, не тем кормить животных, да, или может быть даже жестокое обращение с животными. Вот, ну, надеюсь... То есть вы считаете, что у каждого сотрудника там может быть какое-то отношение к жестокому, отношение к животному? Или это в процессе работы все происходит? Ну, я не думаю, что он у какого-то конкретного сотрудника, у какой-то конкретный приют. Но если нет допуска в приют, то, возможно, что-то... Ну, всегда есть подозрения. И чтобы эти подозрения развеять, лучше пустить и показать, а не до чего-то исправить. А вас можно назвать практиком или все-таки теоретиком в области помощи бездомным собакам? Думаю, что практиком. Не могу похвастаться, что я... Потому что есть люди, которые сидят на диване возле компьютера, и они вот там строчатся, жалуют, да вот там не то, это не то. Хотя, когда спрашиваешь, а вы были там, нет, не были. Но я слышал. Я думаю, что практиком я приходила во многие приюты, передежки, общаюсь с волонтерами, знаю их какие-то проблемы. Мы стараемся вместе как-то решить их. Помогаю волонтерам, помогаю животным. Животных лечу, пристраиваю. Не могу похвастаться, что огромное количество животных я пристроила, но в огромное количество я и не верю, потому что делаю свою работу, скажем, которая идет от души, от сердца, качественная. И по-другому я не имею права этого делать. Ведь в моих руках жизнь молчаливого животного. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот насколько часто вы проводите такие инспекции, и там одна, не одна, или с людьми? Да, есть несколько инспекторов по обращению с животными. Ну, стараемся чаще, но часто не получается, потому что у каждого из нас тоже забота есть о животных. Раз в месяц стараемся посетить какой-то приют. Валерий, вы как смотрите на вот такие, на такое вот посещение зооволонтеров? И есть ли что вам скрывать? Положительно. Мне лично нет, потому что я сейчас на приюте почти не работаю непосредственно. Я сейчас работаю в основном на выездах, на отловах. Но когда приезжаем с утра, приезжаем вечером, на приюте все в порядке. И если есть желание приходить, смотреть, почему нет, конечно, да. Это дополнительная какая-то информация о нас появится где-то. Кто-то их узнает. Спасибо большое. И время, время, время смотреть видеовизитки. Напомню, что после нашего эфира мы транслируем их на протяжении нескольких недель по несколько раз в день. Если вы не увидели в нашем эфире, посмотреть их можно в группе телеканала «Самара Гист» в соцсетях. После каждой видеовизитки мы указываем номер телефона, у кого находится собака или кошка. Итак, смотрим. Этого щенка привезли в приют вместе с ее мамой и сестрами из Новокуйбышевска. Забрали помет с их мамой после того, как она стала проявлять агрессию к людям с излишней внимательностью. Щенка зовут Гитта. Сейчас ей около трех месяцев, и сотрудники приюта надеются, что ее заберут домой. Обратите внимание на Гитту и заберите ее домой. Щенок очень активный, умный. Ну, конечно, озорной, в принципе, так и все щенки. Тоже надеемся, что кому-то она понравится. И хотим пристроить ее в очень хорошие, добрые руки. Обратите внимание на этого щенка по кличке Гита. Ей ищет нового владельца, и она готова уйти из приюта прямо сейчас. Обращаться 8-927-266-3565. Тигрово-серый окрас, висячие уши и добрый взгляд. В приюте назвали его Ласкун. Чуть больше года назад этого пса подобрали на улице. Сейчас ему около трех лет, и ему ищут своего владельца. Обратите на него внимание. Немного позаниматься, и он будет послушным и верным другом. Он может и поиграть, но в меру. И основное времяпрепровождение. Он ведет себя спокойно, занимается своими делами. То есть прям характер умеренный. Собаки по кличке Ласкун ищут своего владельца. Он готов уйти из приюта прямо сейчас. Посмотрите и заберите его из приюта. Обращаться 8-900-61-300-87-93-12. Хаски и маламуты могут быть послушными и верными. С ними нужно просто позаниматься. И тогда они не сбегут и будут преданными. Это маламут Миша. Две недели назад нам позвонили. Сказали, что очень большая, опасная собака ходит по двору. Заберите, пожалуйста. Мы приехали. Как оказалось, это контактный, бывший домашний маламут. По всем признакам. Прекрасный. Мы дали ему клику Миша. И теперь Миша живет у нас уже две недели. Он очень сильно отличается от среднестатистических маламутов. Потому что он не особо-то норовит тянуть поводок. Он идет более-менее рядом. Гуляет, нюхает, изучает окружающий мир. Он ведет себя очень спокойно, умеренно, развесисто. Молодец. Обратите внимание на этого красивого пса. Его привести в порядок, позаниматься. И он будет вашим верным другом. Заберите маламута, Мишу, из приюта. Ему лучше будет дома с хорошим хозяином. Обращаться 8 961 387 93 12. Как вы считаете, насколько вы сейчас эффективно работают приюты в нашем городе? Я считаю, что не очень эффективно. Особенно приюты по отлову. Мне кажется, не хватает контроля, а именно народного контроля. Иногда нет допусков приют. Нет прозрачности, значит, работы. Мое мнение, не хватает информации иногда на сайтах об отловленных животных. Ведь информацию выкладывают для того, чтобы хозяева, потерявшие животных, могли найти свою собаку или кошку. Татьяна, ну смотрите, по поводу потерявшихся животных есть сайты, есть группа ВКонтакте, где можно посмотреть. Есть зооволонтерное зооспасение, где можно посмотреть информацию о той или иной собаке, которую вы потеряли. Бывает, что собака убегает у хозяина, да, или, ну, случайно взорвалась там где-то, скажем, петарда, собака убежала, вырвалась с поводка, и собаку разыскивает хозяин. Некоторые не владеют там интернетом, не могут найти. И тогда, я считаю, что должен быть допуск в приют отлова, где, возможно, и ждет собака своего хозяина. Валерий, как часто вам попадаются собаки, вот именно породистые, или собаки с бирочками, или с ошейниками, которых вы отлавливаете? И нужно ли вообще, в принципе, отлавливать таких собак? Ну, мы породистых, если мы действительно видим, что это породистая собака, там, за исключением нескольких пород, типа хас, которых очень часто выбрасывают просто на улицу, мы не ловим вообще. Если собака с ошейником, там, с какой-то биркой, мы не ловим, стараемся не ловить таких собак. — Иногда говорят в народе, ну, или люди говорят о том, что, вот знаете, та собака, которая спокойно подошла, зачем ее ловить, да, она не представляет такой угрозы. А нужно ловить собак, которые, наоборот, представляют угрозу, те, которые ночью убегают и формируются в стае, и именно вот таких собак необходимо отлавливать. Вам проще поймать такую, которая подошла к вам за вкусняшечку, да, или все-таки сложнее? — Ну, проще, да, конечно, поймать такую собаку, которая подойдет, но это не говорит о том, что ее не нужно ловить, потому что она точно так же размножается и может заболеть. — Если собаки с бирками, вы ловите их? — С бирками какими? На ушах? — Да, на ушах. — Зачем? Если они уже прошли процедуру стерилизации, вакцинации нет. — А если собака все-таки проявляет агрессию? — Если собака проявляет агрессию, этот факт нужно задокументировать заявителям. То есть, если собака причинила какой-то вред человеку или имущество попортила, человек обращается в правоохранительные органы, пишет заявление, и, да, повторно мы отлавливаем подобных собак, уже на постоянное содержание в приюте они остаются. — Значит, 98-й федеральный закон. Давайте, пока у нас сейчас будет идти сюжет, вы подумаете о нем. И вопрос такого плана. Насколько он эффективно работает, и что бы вы внесли в него? Какие изменения, вот именно, ну, предложение действительно реальное, что бы мы могли бы, так сказать, еще добавить в него? Итак, время смотреть сюжет. Главное и большое заблуждение, если собака боится людей, шума проезжающих автомобилей. Говорят, значит, ее били. Однако, в 98% случаев это далеко не так. Давайте посмотрим, почему. Забирая боязливую собаку из приюта от новоявленных владельцев, часто можно услышать предположения о жестоком обращении к собаке или якобы ее там били. В таких случаях можно предположить, что люди либо вообще не изучали биологию, либо подзабыли ее и, вдобавок, не имея представления о генетике и общей психологии. Примерно в 95% случаев боязни собак виновата сложная генетическая наследственность, передающаяся от родителей. Если собака боится, это далеко не значит, что ее били или над ней издевались. Умеренная боязнь у животного в природе не совсем плохое качество. Оно в критических ситуациях опасности срабатывает как инстинкт самосохранения. Как быть, если собака, неважно породистой или смешанного происхождения, то бишь метис, боится. В системе Российской Кинологической Федерации существует прием проверки собак на слабую и крепкую нервную систему. В чем он заключается? Я подхожу к человеку, прежде всего здоровую, собака не обращает на меня внимания. Можно снять намордник. После чего группой лиц мы проверяем, насколько собака хорошо ориентируется и насколько она позволяет подойти близко к себе, посторонним людям. При этом она не должна пугаться. Здесь мы производим несколько хлопков, приседаний. Возможно, по разрешению хозяина можно погладить? Конечно. Я подхожу, я глажу собаку, и собака спокойно, совершенно реагирует на человека. Даже пытается со мной поздороваться. Это называется тестирование собаки на устойчивость к умеренным неугрожающим действиям со стороны постороннего человека. Сейчас во время утренней или вечерней пробежки мы можем встретить человека, гуляющего со своей собакой. Я пробегаю мимо, и собака не реагирует на меня. Это говорит о том, что собака совершенно спокойно и имеет хорошую крепкую нервную систему. Одной собаки нам показалось мало, и мы пошли дальше. Мы решили провести небольшой эксперимент и попытаемся подойти к людям с собаками, которые нас совершенно не знают, и войти в доверие и даже погладить. Ну вот, допустим, человек, который прогуливается по парку, я совершенно незнакомая мне собака. Я спросил, можно ли погладить, человек разрешил погладить. И вот, да, все. Вот совершенно, буквально, совершенно нормальная, хорошая реакция. Собака не отреагировала агрессивно, собака позволила даже себя погладить. Естественно, если я не буду делать резких движений, она и не будет бояться, не будет проявлять какую-то там агрессию. Ну, даже если я просто встану, опять сяду, и собака спокойно относится к моим телодвижениям. Ну, а эта собака повела себя более осторожнее. Тем не менее, она не проявила явного недоверия и какой-то даже минимальной агрессии. И с разрешения хозяйки даже поздоровалась с нами. Это говорит о средней устойчивости и весьма хорошей нервной системе. И отсутствии повышенной реакции страха. И совсем другой вариант, когда я иду по аллейке и пытаюсь подойти к человеку с собакой и спросить, к примеру, а как пройти до библиотеки или как проехать на вокзал. Обратите внимание на поведение собаки. Она прячется за ноги хозяйки. И даже если я попытаюсь пойти на контакт с собакой, а можно ли погладить вашу собаку? И видите, какая реакция у собаки. Собака проявляет легкую агрессию. Давайте еще раз посмотрим. Нельзя. Все. Однако с такими собаками все равно можно работать и корректировать ее нервную систему посредством определенных упражнений. Но какие упражнения сейчас мы вам и покажем. Первое – это, конечно, постепенно выводить гулять на шумные улицы, где интенсивное движение автотранспорта. Постепенно выходить на улицы, где есть небольшое количество прохожих людей. Затем прогуливаться по многолюдным улицам. Затем привлечь опытных собаководов или поездить на занятия к кинологу, который поможет адаптировать собаку к посторонним людям, даже которые хотят поздороваться с хозяйкой. Пока на этом все. В следующем сюжете мы покажем еще несколько упражнений и результат, который нам удалось первично добиться. В этом случае хочу добавить к сюжету, что все забывают почему-то про генетику. Ну а мы продолжаем. У нас в студии Валерий Майор, профессия ловец и зооволонтер Татьяна Пугачева. Итак, через 98-й федеральный закон, что бы вы в него добавили и что бы убрали бы? Депутаты в федеральном законе установили приоритет регионального законодательства, в сфере которого относятся в первую очередь к вопросам введения Российской Федерации, а также является вопросом совместного введения. То есть закон примет в прямом противоречии с Конституцией. Ну, это мое мнение. То есть я так понимаю, что вы имеете в виду о том, что сейчас каждому определенным субъектам федерации дали полномочия о принятии решений не только на отлов, но и на усыпление собак. Возможно, да. Все как-то говорится скользь, я бы добавила, наверное, конкретики. И, конечно, считала бы, что прежде всего должен регулировать все это федеральный закон, а не региональный. В каждом регионе своя экономическая ситуация и своя обстановка. Соответственно, какие-то регионы могут отлавливать вот такое количество, которое у них бегает по их территории, а какие-то регионы чисто не в состоянии с точки зрения экономического положения. И здесь, естественно, не везде есть приюты. На приюты необходимы большие, огромные средства. Тогда, или, допустим, агрессивных собак мы что, должны держать всю жизнь, на протяжении всей жизни? Это же 5-10 лет. Ну, так говорится в законе, что агрессивных собак должны содержать в приютах всю жизнь. Я, конечно, не очень... Вы представляете, сколько огромных количеств приютов необходимо? Да, конечно, конечно. Ну, наверное, знаете, у нас иногда общество излишне бьет тревогу, что все собаки у нас идут под статью, что они агрессивные. На самом деле, ну, кто-то больше боится просто собак. Кто-то больше надумывает об этом. Сейчас идет работа над законом о принятии штрафов. И уже в некоторых регионах их применяют по поводу самовыгла собак. Плюс, ну, последняя информация, это, естественно, чипирование собак. Как вы считаете, Валерий, к вам тоже вопрос, необходимо ли чипировать собак? И будет ли у вас возможность бегать со сканерами для того, чтобы посмотреть, чипированные собаки или нет? Ну, некоторых, конечно, будет. Те же самые ручные собаки, которые подходят, позволяют себя погладить, потрогать. Если это какие-то дикие собаки, которые чудом удалось поймать когда-то, как? Нет, конечно, не получится. А вы знаете, вот сейчас прям еще один вопросик, время просто подходит к завершению. Вас часто кусали? Нет, но бывало. Часто ли были конфликты между людьми, жителями тех районов, где вы отлавливаете собак? У нас? Да. Бывали, конечно. Бывали. Да. Опять же, не очень часто, но периодически они случаются. Ну, и коротко по поводу штрафов и чипирования. По поводу чипирования. Я думаю, может быть, и нужно чипирование, но обязательно, чтобы должна быть база данных этих чипированных собак. Без базы данных это деньги просто на ветер, которые будут истрачены на чипирование. Нужны ли штрафы? Штрафы, да. Ну, про самовыголы. Я думаю, что не будет такой доказательной жесткой базы о том, что питомцы отпускают на самовыгол. И нерадивому хозяину легче отказаться от своего животного, от своего питомца, сказать, что это не моя собака. То есть некое такое предательство. Да, да. Потому что человек, выпускающий на самовыгол, он уже, мне кажется, не сильно дорожит питомцам. Хорошо. У меня вопрос. Скажите, все-таки больше людей, которые, ну, если попробуйте привести в соотношение, в процентном, да, все-таки людей больше таких, которые действительно ответственны к своим собакам и к породистым, или все-таки больше тех, которые вот взяли и выкинули, взяли и выкинули? Мне кажется, что больше ответственных людей. Не могу сказать. Здесь, когда я сам хожу со своими собаками гулять, там, на площадку, приходят люди, постоянно гуляют с собаками, их много. Но точно так же много и людей, которые потом утверждают, что это моя собака, которая ходила по улице. Примерно породну, я думаю. Спасибо большое. Итак, наше время заканчивается, или уже закончилось, а в финале небольшая информация. В Московской области приняли закон об обязательном чипировании собак и кошек по желанию кошек. Регистрация планируется через портал госуслуги, однако совсем бесплатная эта процедура не будет. За чип придется платить полторы тысячи рублей. Кстати, эту тему обсудим в одной из следующих передач. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok